Всем привет! Рада вас видать на своем канале. Сегодня среда, а это значит, что сегодня отчетный день на моем канале. Все, кто принял мой вызов, кто не успел постройнеть к лету, мы решили постройнеть с вами все вместе к осени, кто принял этот вызов, пишите свои результаты за месяц. Такие отчеты я вас прошу оставлять каждую среду под моим видеоотчетом. Сегодня я также отчитаюсь, какой у меня, собственно, сейчас вес. Также сегодня в видео я с вами поделюсь одним из своих меню. Я сейчас, вот мой канал, это просто кладезь информации. Очень много меню, очень много всяких разных рецептиков, рекомендаций. Поэтому я поняла, что у меня некоторые девочки ленятся поискать. И достаю свои видео, которые набирают очень много просмотра. И еще хочу вам сказать, что на таких менюшках постройнела я, вот сегодня вы увидите бюджетное меню, и от меня там вам будет такой подарочек с маколой, с полунычкою. Поэтому берите на вооружение. На таких меню я постройнела, на таких меню стройнеют мои тростиночки, кто сейчас находится в марафоне с сопровождением. И такие марафоны я провожу в течение уже более года, уже полтора года. Каждые две недели мы заходим с вами в работу над новой версией себя. И вот сейчас идет марафон. Следующий будет, по-моему, 17 июня. Дождитесь анонса записи. Ну и, собственно, сейчас я поделюсь, что с моим весом. А вы также пишите свои результаты. И дальше берите на вооружение, пользуйтесь бюджетным меню для похудения. И сегодня мой вес 77,800. Ну вот, собственно, чего я и добиваюсь. Каждую среду я вам отчитываюсь и показываю, как можно комфортно, в удовольствии и в кайф держать свои результаты. Когда у тебя идет четкое понимание, что это образ жизни, что по-другому не будет, и 80% моей стройности – это чистое, правильное питание. И 20% – это небольшой трешачок. Все, мои хорошие, не буду вас забалтывать. Жду ваши результаты. А дальше меню, на котором я постройнела, на 60 килограмм. Приятного просмотра. Хочу с вами, тростиночки, поделиться этим шедевром. Что это такое? Это, девчонки, десерт всего из двух ингредиентов. Что мне понадобится? Мне понадобится клубника, мне понадобится белок из двух яиц и ванилин, как приправа. Для того, чтобы он был десерт более сладкий, я сейчас, в принципе, ем не такое сладкое. То есть, я отношусь к тому, что десерт не сладкий – отлично. Поэтому, возможно, можете добавить сахар, если добавляете, или сахарозаменитель. Ну, или что, сами придумаете, вы себя лучше знаете. Но в моем случае так. Значит, клубнику я немножечко подморозила. Она в морозилке немножечко подмерзла. Я думаю, вам видно. Клубничку отправляю в чашу блендера. И буду сейчас всю эту красоту измельчать. Так, ну что, поехали. Так, добавляю сюда в массу два белка. И немножко ванилина. И всю эту массу буду сейчас взбивать миксером. И, собственно, полученный десерт сейчас буду перекладывать в чашечку. Боже, девочки, как классно. Смотрите. Так, самое главное, что это вкусно и полезно. Такой десерт можно готовить не только пп, торстиночкам, а еще и своей семье, деткам, внукам, второй половинке любимой. Посмотрите, какая красота. 200 граммов клубники и два белка. Девочки, а удовольствие на миллион. Вы посмотрите. Вы посмотрите, какая краса. Сейчас эта краса пойдет со мной на работу. И будет у меня в качестве десерта. Если вам понравилось, обязательно поставьте мне лайк и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, 8.00 пришло время моего завтрака. На завтрак у меня пожаренных два яйца на сухой блиннице. Вот здесь осталось, такой динозаврик остался, желточек. И салатик, помидор, огурец, укропчик, вы видите здесь. И немножечко подсолнечного масла. А также, девочки, собственно, десерт, о котором я вам только что рассказывала. Сейчас 12 часов дня, мой обед. Что у меня на обед? На обед у меня суп овощной с булгуром. Здесь у меня перчик, здесь у меня грибочки, кабачок. Овощной супчик без мясного бульона. Зажарочка сделана на подсолнечном масле. И также у меня 150 граммов клубники. Тоже такой десертик. Сейчас сезон, поэтому я себя сейчас обогащаю такими витаминами. Так что, девчонки, вот такой у меня сегодня обед. Сейчас 16.00, пришло время моего ужина. На ужин у меня сегодня будет 2 котлеты куриные с кабачком. Я вам покажу, как я их приготовила. Хочу с вами, Тростиночки, поделиться своим рецептиком приготовления ПП-тефтелек. Тефтельки у меня будут тушеные в томате и в микроволновке. Господи, в духовке. Значит, полкилограмма фарша, кабачок, лучок и яйцо. Одно яйцо. Конечно же, приправы, которые вы используете. У меня соль, перчик будет, куркума, как всегда. Ну, в общем, все как всегда. Так что, сейчас я все это перемешаю. Кабачок я сейчас натру на терочке, а лук мелко покрышу. Я все успешно перемешала. И теперь буду формировать такие вот котлетки. Можно продолговатые, можно кругленькие. Мне нравятся, когда они кругленькие. Вы знаете, это блюдо очень зашло в моей семье. Муж прямо просит, сделай, 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 сделай. И это не шутка. Я очень рада, что вот таким образом не только я перехожу на ПП, но и потихонечку и моя семья. И уже можно готовить практически не разделяя, да. Потому что вот сейчас спросила, я своим тефтелям хочу сделать булгур. Мужа спросила, будешь булгур? Нет, не хочу. Хочу макароны. Ну, хочешь, значит будет. Поэтому, хотя макароны я, в принципе, тоже макароны я сейчас не ем. И не хочется. Хотя можно, твердых сортов, конечно, можно. Так что тростиночки, вот так вот сейчас будем это все дело заливать томатиком. Так, томат. Томатную пасту разбавила водой, добавила соли. Еще чуточку добавила сахара. И все это сейчас залью. Здесь где-то приблизительно около 300 миллилитров. И все это заливаю. Теперь вся эта красота пойдет в духовку. Духовка у меня уже разогрета на 185 градусов. Сколько по времени, я вам скажу, когда уже закончу готовить. И буду, собственно, показывать вам этот сей шедевр. И вуаля! Прошло 40 минут. И мои тефтельки в томате готовы. Приятного аппетита! И также у меня салат из капусты, огурчика, укропчика. И немножечко, вот если вам видно, взбрызнуло оливковым маслом. Мое пищевое окошко закрывается. Ротик вместе с ним. Поэтому завтра до 8 утра я гуляю. Ну что, тростиночки мои, давайте с вами приготовим вместе. Что? Правильно! Овся на блин! Мне понадобится 2 яйца. Сегодня я хочу сделать его с твердым сыром. Твердого сыра у меня здесь 40 граммов. Также, девочки, девочки, клетчатка, конопляная клетчатка. Я хочу добавить немножечко, чтобы увеличить количество ее же клетчатки в своем организме. Ну и также у меня будут отруби сегодня пшеничные. В последнее время я стала готовить овсяно-блинчик не на овсяных, ну не на крупе, да, не на хлопьях, а именно на отрубях. Он мне кажется, получается намного мягче, вкуснее. Ну, в общем, он мне нравится больше. Ну что, давайте готовить. Да, еще забыла, девочки. 50 граммов водички. Беру 2 яйца. Яйца магазинные, но смотрите, какие желтенькие желточки. Прям аж удивительно, если честно. Вообще-то я использую домашние всегда, но не всегда они есть. Так, я беру 3 столовые ложки отрубей сегодня пшеничные. Клетчатка. Клетчатка конопляная. Все знают, что я любитель конопляной клетчаточки. Так, возьму вот так вот ложку столовую. Здесь у меня будет водичка, чтобы молодела личика. Кто пьет водичку, девочки, напишите мне в комментариях, кто вместе со мной пьет водичку. У меня, кстати, норма воды в день, ну, где-то порядка полутора-двух литров. Но бывает по-разному. Меньше, кстати, не бывает. Больше, да. Меньше, нет. Так, сейчас мы это все с вами хорошо вымешиваем. Готовится этот прием пищи, девчонки, настолько быстро, что вы даже не успеете. Даже не успеете оглянуться, когда все готово. Рекомендую даже своим домашним. Можно посоветовать такое все на блинчик, на завтрак. Это соленый, можно сделать сладкий. Ну, в общем, все мы это с вами готовим на моем канале. И также я добавляю уже тертый сыр на... На чем? Правильно, на терочке. Так, сейчас я это все перемешиваю. И на плите у меня уже греется сковорода. На горячую сковородочку. На нее я добавила немножечко, буквально капельку маслица. И будем жарить. Масло для приготовления у меня идет оливковое. Ну, вот буквально немножко. Сейчас распределяю кисточкой по сковородке масло. И буду отправлять туда свой овсяноблинчик. Так, вот так он ложится на сковороду. Распределяйте поровнее, чтобы он был аккуратненький по всему диаметру вашей сковородки. Так, овсяноблинчик... Ой, мы с вами немножечко вспотели. Овсяноблинчик я перевернула. И вы знаете, он намного лучше переворачивается, когда приготовлен на овсяных отрубях. Ну, такое мое наблюдение. Ну что, давайте посмотрим, какой блинчик у нас овсяноблинчик, пшеничноблинчик, да, получился внутри. Вот так как раз получилось у меня на завтрак. Но это, конечно же, еще не все. Сейчас я тут еще додобрю это все дело. И вам уже чуть-чуть дальше покажу свой завтрак. Так что, девчата, готовьте в удовольствие. А главное, вкусно и полезно. Так, ну а чтобы предобрить мой овсяноблинчик, девочки, я приготовила соус. Значит, здесь йогурт домашний, чесночок, паприка копченая. Сейчас я вам покажу. Вот такая у меня паприка копченомелона. Ну, это на украинском паприка копченая. Вот она так выглядит. Я ее добавила сюда. И по сольке я сейчас попробую. Попробую сейчас. Не, надо чуть-чуть присолить. Чуть-чуть, но вообще не какашка. Чуть-чуть присолю. Вот, добавила немножко сольки. В оригинале, конечно, девочки, еще бы и укропчик. Оно закончилось. Я не пойму. У нас, в принципе, сегодня дождь на работе. И поэтому у нас нету сидят бабулечки с укропчиками, с петрушкой, там, с зеленушкой всякой. Хотя, очень-очень рекомендую добавить, девочки, обязательно. Так, буду теперь собирать свое все на блинчике. Я вот так вот порезала на четыре части. Вот, видите, на вот такие треугольнички. И взяла на работу. И сейчас буду его собирать, перемазывать соусом. Вот так, вот, вот так вот. Постепенно перемазывая каждый корж. У меня как раз сейчас, я вот только пришла на работу. У меня еще где-то полчасика будет. Он пропитается, постоит. И нормалек. Сейчас еще сверху домажу. И вуаля! Тростиночки. Еще знаете, что добавила? Еще добавила вот кабачки. Добавила огурчик свежий. Ну вот скажите, кто мне сейчас напишет, Лена, худеть вкусно и полезно, это невозможно. Это возможно. И это реально. И там я рассказываю на своем канале уже неоднократно. Так, пришло время завтрака. Вот, прелюдия закончилась. Теперь, собственно, сам процесс. Пришло время завтрака. На завтрак у меня будет овсяно-блин с сыром твердым, кабачки, зеленый-зеленый-зеленый огурец и латы. Девочки, соскучилась за своим латы? Капец как! И латы без сахара. И вот, ну, собственно, все остальное вы видели до этого, я вам показывала. Так что, девчата, завтрак у меня 8. Простите, кушать уже хочу. Завтрак у меня 8.00. Вот такой довольно-таки плотный, вкусный и полезный. И он меня, поверьте, будет держать до 12.00. И мама, дорогая, папа-космонавт. Сейчас 12 часов дня. Пришло время обеда. Что у меня будет на обед? Тростиночки мои. На обед у меня будет супик. Значит, супик вообще бомбическая бомба. Я вам очень рекомендую. Он овощной. Приготовленный на булгуре. Здесь вы у меня видите грибочки. Здесь вы видите перчик. Кабачок вместо картошки. Зеленушка, это петрушка. Зеленушка, петрушка. Смотрите, как я стала разговаривать стихами. Так, это грибы, шампиньоны. И чайную ложку я добавляла где-то, где-то, да, чайную ложку сушеных грибов. Я привозила из отпуска из Западной Украины. Белые сушеные грибы. В кофемолке их перемолотила и получила. Вот, девочки, ни на мясе, ни на чем. Вот такой овощной супик вообще бомбическая бомба. Значит, здесь около 300 граммов этой тарелочки супа. Дальше. Здесь у меня, смотрите, оставался йогурт. Я вам говорила, домашний йогурт делаю. Оставался йогурт. Что я туда добавила? Сейчас я вам покажу. Сейчас. А добавила я туда киви одно у меня было. Вот его тут должно. Вот видно, киви одно. 15 грамм журавлыны. Клюквы по-русски. И 15 грамм орешков. Это такая маленькая сладушечка. Еще я добавила чайную ложку семян. Насиняя это семена по-русски. Амаранта. Опять-таки, мои зрители, Верочка, спасибо тебе огромное. Мне когда-то привезла из своего отпуска. Из Миргорода, по-моему. И я сейчас с удовольствием пользуюсь. С пользой. Да, с пользой, Верочка. Спасибо тебе огромное. Так что, девчонки, вот такой у меня будет обед. Пришло время ужина. Ужин у меня сейчас в 16.00. И делаю его, как вы видите, на работе. Значит, что у меня на ужин? На ужин у меня две отбивные. Сегодня у меня, девочки, немножечко не получилось. Ну, возможно, будет немножечко не ПП, потому что делала кляр в муке. Мука пшеничная, обычная мука, яйцо. Это для работы, да. Но для себя приготовила тефтели, которые я делаю с кабачком. Девочки, муж сказал, кака вкуснота. Ну, в общем, мне не хватило. Ну, я шучу, конечно, оставалось три тефтельки. Ярослав поужинал ими вчера. Я сегодня осталась без завтрака, без ужина, точнее. В общем, на ужин у меня сегодня будут две обычные отбивные, но куриные. Также здесь салат, капуста, огурчик и зеленый чай без сахара. Так что в 16.00 закрывается мое пищевое окно до 8 утра.